Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. С нами на связи. Александр, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну, действительно, мы не всю хронологию событий рассказали, понятное дело, в отношении как раз европейских банков, которые либо же работали, которые ушли с рынка, которые планируют уйти и так далее. Но я хочу вас спросить, как вы считаете, все-таки вот это предупреждение со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении европейских банков и тех рисков, которые у них могут возникнуть далее, если будут продолжать работать в Российской Федерации, будут ли услышаны европейскими банками, которые продолжают свою работу в России? Они не будут услышаны до того момента, пока хотя бы один западный банк не будет оштрафованный на большую сумму. Американцы имеют опыт, по сути, наложения штрафов и на европейские банки, и на американские, на любые. Инструменты у них есть. Всегда у крупного банка есть остатки денег на корсчетах в долларах. Вот все долларовые средства, которые хранятся на любых корсчетах, есть, по сути, собственность Соединенных Штатов. И в любой момент они могут списать миллиард, два, три. Как правило, они это не делают. Они предлагают банку самому заплатить штраф. Вот до того момента, подчеркиваю, пока хотя бы один банк не будет наказан, никто не будет обращать внимания на вот эти предупреждения. Почему? Потому что каждый день западные банки, не все, но преимущественно все, в том числе и американские, зарабатывают десятки миллионов долларов. Поэтому чем дольше будут тянуть штаты с наказаниями, тем интенсивнее западные банки будут зарабатывать прибыль, платить налоги, помогать российской экономике. К сожалению, такова жизнь. Владимир Ильич, в контексте 14-го пакета санкций, в нем, напомню, по крайней мере, по словам министра иностранных дел Литвы Габриэлиса Ландсбергиса, будет пункт о бизнесе как раз, о том, что будут снижены шансы бизнеса европейского и не только, я так понимаю, обходить ограничения российского. 14-й пакет буквально будет закрывать лазейки, которые остались после предыдущих санкционных пакетов. Но пока еще ограничения, 14 пакетов ограничений, не касаются международных организаций, которые работают на рынке Российской Федерации. В Киевской школе экономики сделали вот такой прекрасный сайт, инициатива, который называется Live Russia, где каждый месяц, каждую неделю ведется подсчет компаний, финансовых учреждений, которые все еще работают на рынке России, вышли с рынка России, либо находятся в процессе выхода. И все еще на территории России работают такие довольно крупные, не финн-учреждения, но довольно известные компании, как, например, Филипп Моррис, как Пепси, как Ашан, как Метро, Несле, Марс и прочее-прочее. Наверное, самый главный вопрос, что останавливает Европейский Союз, например, от введения санкций в отношении условной Пепси, условной, ведь это может быть прецедентом, за ее работу на рынке Российской Федерации, за ее вклад в бюджет Российской Федерации, за ее вклад в боеприпасы для убийства харьковчан. Ну, что останавливает, да, вопрос? Да. Ну, во-первых, если мы говорим не о банковской системе, и если мы говорим не о Соединенных Штатах, а о Европейском Союзе, там все намного сложнее. Любое действие предполагает законодательную базу. И вот так просто взять и оштрафовать любую западную компанию в Европейском Союзе достаточно сложно. Поэтому и был предусмотрен вот этот пакет вторичных санкций. То есть в самом санкционном механизме начинают прописывать наказание за обход санкций, неисполнение санкций. Вот до сих пор они четко не описаны. Хотя сигналы Европейского Союза идут, но, как по мне, они достаточно мягкие. То есть необязательные для исполнения. Ну, допустим, какое отношение, допустим, имеет Пепси-Кола к оборонной индустрии Раши, да, или к обходу санкций? Да никакого. Значит, чтобы наказывать все компании, нужно предусмотреть санкции для компаний, которые работают в Раше и платят налоги, и платят зарплату потенциальным убийцам. Ну, я бы, даже я, достаточно радикальный человек, не решился бы рекомендовать такие санкции. Почему? Потому что, ну, может быть, очень крупный конфликт бизнеса и государства, да, и государства, и Европейского Союза. Нужно действовать тоньше, да, вот взяли банковскую систему, да, можно даже не наказывать банки, а выдать инструкцию. Европейский Центральный Банк может выдать инструкцию своим банкам, а все дочерние банки, которые работают в Раше, находятся и работают с Евро под контролем Европейского Центрального Банка. Выдать инструкцию, ну, такую инструкцию, допустим, платежи в Россию, из России, инвестиции, перечисления денег длятся 20 дней, и должны деньги отслеживать. Александр Владимирович, у нас, да, камера ваша почему-то пропала, картинка с вами пропала. Давайте попробуем настроить. Вышли мы в эфир, да? Да, есть, видимо. Могу я продолжать? Да, 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 конечно, конечно. Да, вот Европейский Центральный Банк может принять решение, что все транзакции с Рашей в Евро должны проходить стадию проверки, длиться 20 дней. Причем отстаиваться они должны не на корсчетах в Раше, а в Европейском Союзе. Ну вот, простое решение, да, оно чревато чем? Что оборот экономический с Европой замедлится, и не только с Европой, колоссально. Колоссально. Это первое. Второе. Будет дефицит валют в банковской системе Раши, потому что вот этот отстойник 20-дневный, это десятки миллиардов евро, да? Ну вот такое решение реальное, конкретное мы предлагаем. А подозрительные операции, подозрительные операции должны, ну, по сути, расследоваться. Ну, одно дело, ты, допустим, экспортируешь пепси-колу из Раши куда-то в Венгрию, да? А другое дело, получаешь из, допустим, Казахстана не пепси-колу, да, а какие-то комплектующие. Вот. Они расследуются и следуются и не допускаются. Вот такой механизм более правильный. Он направлен именно на искоренение возможностей даже Раши обходить санкции, суть которых сводится к тому, чтобы не могла эта страна иметь возможность получать продукцию, которая связана с военно-промышленным комплексом. И второе, надо, конечно, ослаблять финансово эту страну. Вот так я хочу, ну, хотел бы рекомендовать. Рекомендовать проводить санкции. Более точно, четко, с инструкцией исполнения, с ответственными и с механизмами наказания. Александр Владимирович? Они публично... Вот, понимаете, Александр Владимирович, вот в этом вся соль, скажем так. В этом, это не знаю, я сейчас не говорю как журналист, я, наверное, говорю сейчас как обычный украинец, которого, простите за грубость, бесит, что пока в Харькове бьют кабами по эпицентру, эпицентру каждый из нас, находящийся в студии, находящийся в нашей аппаратной, был в этих гипермаркетах, что по невоенному объекту государство имеет право бить. Но есть особо умные, отличившиеся, которые находят вот это вот, не все так однозначно, just business, это все просто вопрос денег, продолжают работать на рынке России. Для меня это, для меня это, я не знаю, это лицемерие. По большому счету я не могу назвать это по-другому. Я думаю, вы не можете как человек тоже назвать это по-другому. Это тяжело назвать по-другому. Я даже хочу копнуть, развить в глубину вот эту вашу мысль. Смотрите, действительно, возможность этого террористического государства со своей территории расстреливать мирных украинцев, да, цивильное население, детей, пенсионеров, женщин, цинично расстреливать, да. Так вот, вот такая возможность, которую дали Раши, давайте скажем честно, и не пепси-кола. К сожалению, мы можем констатировать, что это Белый дом, который запрещает американским оружием наносить удары в ответ. То есть мы не имеем права сбить самолет или даже эту бомбу, которая летит на мирный гипермаркет, да, мы не имеем права ее сбить на территории России. Они в домике, да. Вот такое соглашение было Бернса-Нарышкина, телефонным звонком одобренное Путину и Байдену. Вот оно существует, вот эта договоренность. К чему это ведет? Это ведет к тому, что военными способами мы войну выиграть не можем. Почему? Потому что вот сейчас тактика Путина переводить военное действие на границы с Рашей. Они же там защищены. Вот в Крыму они не защищены, в Луганской и Донецкой области тоже нет, мы имеем право бить. Так давайте же мы будем бить по Украине, по цивильному населению из территории Раши. И к чему это ведет? Это ведет не только к возможному поражению Украины, потому что нельзя выиграть войну с закрученными проволокой руками назад, если ты не имеешь права нанести удар в ответ. Такого в истории войн не было. В истории войн такого не было. Это ведет еще к тому, что Путину удается навязать ценности его московско-православной цивилизации. Главная ценность там терроризм. Убийство, терроризм, террор. Это главная ценность. А главная ценность западной цивилизации была гуманизм. Гуманизм. Так вот, решение администрации пока Белого дома. Ну, вынести этот гуманизм за скобки, потому что запрет наносить удары в ответ – это антигуманное решение, нерациональное решение. Ну, плохое решение, да? Но, тем не менее, оно разрушает базовую ценность западной цивилизации – гуманизм. А потом, вот, это распространяется и на коммерческие структуры. Ну, если можно так цинично запрещать украинцам наносить удары в ответ, то почему бы пепси-колы будут запрещать поить рашистов, ну, вот, пепси, даже войска, и платить налоги? И вот эта проблема фундаментальная, что вот такое поведение бизнеса, такое поведение чиновников, оно ведет, вдумайтесь, к разрушению западной цивилизации. Почему? Потому что западная цивилизация без ценностей западной цивилизации существовать не может. Эти ценности создавались столетиями эпохи возрождения, да, гуманизма, просвещения. Вот, все это делалось… Почему? Западная цивилизация поставила человека во главу всего. Его жизнь, его интересы, его свободы. Вот это и есть гуманизм. А цивилизация Путина, да, это отрицание гуманизма, это терроризм, автаркия, да. Вот базовые ценности московско-православной цивилизации. Он, Путин, уже на 20% украинской территории эту ценность уже застолбил, что происходит сейчас на оккупированных территориях. Ну, там терроризм, сплошной терроризм, убийство, насилие, отрицание свобод, да, воровство детей. И он хочет продвигаться на Запад с этими своими ценностями. И он побеждает. Он побеждает. А Запад отступает. И раз он отказывается от таких базовых ценностей. И про это мы должны говорить, что ответственны не только бизнес-структуры, ответственны и чиновники, которые не только позволяют бизнесу работать там, но и запрещают украинцам уничтожать военные, повторяю, объекты на территории Раши. У меня такое впечатление, знаете, что для большого количества даже американского эстеблишмента, я и говорю, и европейский тут есть, что они считают территорию Раши как святой землей. Почитайте Библию, да, почитайте Евангелие. Святая земля в другом месте, за тысячи километров. Вот там, в районе Израиля, там святая земля. А это проклятая земля. Её надо очистить от вот этих ценностей московско-православной цивилизации. И они, повторяю, пока продвигаются вперёд. Как Александр Владимирович от газировки до святой земли с вами пришли. Спасибо вам за участие в эфире «Фридом», спасибо за ваш анализ. Александр Савченко, напомню, профессор и ректор Международного института бизнеса, был с нами на связи банкир и экономист. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.